здравствуйте спасибо огромное всем кто заглянул на мой канал моим дорогим подписчикам гостям канала всем кому интересно моя страница без вас мой канал бы не существовал вы меня мотивируете спасибо вам огромное сегодня я не хочу с вами поделиться своими мыслями и снять видео о парфюмерии снимать видео о парфюмерии очень даже не просто поскольку эта тема обширная и я не являюсь парфюмерным экспертом в этой области но я хочу поделиться своими знаниями которые у меня есть потому что я изучаю последнее время эту тему и сегодня видео будет о нишевой парфюмерии меня спрашивали некоторые подписчики кто следит за моим каналом о как я отношусь к нишевой парфюмерии и я обещала эту тему просветить немного вот я наконец-то до нее добралась нишевая парфюмерия что же это такое некоторые считают что у это какой-то новый яркий бренд и все только следуют этому бренду и хотят приобрести только нишевую парфюмерию нишевость в парфюмерии это как бы определенная ниша которая объединяет одна общая черта которая объединяет всех любителей и определенной линии определенного бренда определенной марки и чтобы как-то отделиться от большого количества парфюмерии которая последнее время выпускается огромное количество ароматов так похожих друг на друга и поэтому парфюмеры решили как бы выделить определенную линию в парфюмерии вот эту нишевость более такая классическая линия где тут более натуральные запахи натуральные ароматы я решила познакомиться со многими ароматами получила вот такой мешочек посылку от 1 парфюмерной компании из америки и в этом мешочке наверно штук 15 разных тестеров вот таких небольших здесь по 4 по 5 миллиграмм и на каждом тестере имеется название такая бирка бумажная с названием бренда и названием аромата и у меня значит два аромата от пьера манталь нишевый дом ароматов манталь ведет свою историю с 2003 года основана фирма была в париже одним из самых загадочных парфюмерных мастеров современности пьером манталем кроме его имени о нем известно лишь что что он много лет провел в увлекательных путешествиях на ближнем востоке где учился постигать секреты тонкости создания парфюмов он создал создавал ароматы под заказ для знатных особ саудовской аравии и когда вернулся во францию духи понравились даже весьма взыскательным людям и сейчас компания манталь это символ прекрасного вкуса и абсолютной роскоши хочу сказать что к этим ароматам нужно привыкать этого немного экзотические ароматы немножечко странноватые они начинают пахнуть верхними нотами потом переходят в другие как вы знаете открываются ноты сердца и вот например black престиж от мансера это аромат 2015 года в основном нишевая парфюмерия является унисексом подходит для мужчины для женщины в основном не разделяется название красивая black престиж манс мансера но запах нестандартный аромат нестандартный принадлежит группе кожаные стартует редкой жутью этот аромат смесь кожи и почули а через 15 минут уходят эти ноты и раскрывается роза и уд запах сладковатка сладковато тяжелый немножко доминируют такие тяжелые смолистые ноты так как здесь тоже присутствует уд и это там аромат является винтажным и он конечно же на любителя также хочу вас познакомить одним с одним брендом из низшевой парфюмерии который называется унум филиппа сарченели является создателем парфюмерного итальянского дома унум это многогранный артист он имеет множество талантом с детства был приучен своей мамой к церкви и он является личным кутюрье папы римского его ароматы напоминают смесь благовоний ладана и свечей и у меня два аромата из этой серии из этого бренда унум относятся в основном эти ароматы группе восточные и вот один из них у меня опус 1144 воздух от этого аромата вот даже когда закрываешь этот тестер все равно стоит прямо перед лицом вот этот вот аромат хотя я не наносила ни на кожу никуда его не наносила то есть он сохраняется прямо в атмосфере очень яркий пахнет органикой мягко и очень сексуально аромат действительно красивый издан в честь направления готического стиля в архитектуре и второй аромат от этого бренда от бренда унум итальян он тоже является ароматом для мужчин и для женщин аромат восточный 2013 мое было первое впечатление этот аромат мне напомнил церковь и кадила когда батюшка или служитель церкви ходит вы знаете наверное православных церквях с кадилом и помахивает им то идет такой благовонный запах смол вот эти вот соборный запах мощный замес из смол и специй церковный для монахов и монашек я так думаю вот такая небольшая история о нишевой парфюмерии спасибо за внимание кому был интересный мой рассказ ставьте комментарии ставьте лайки я всем рада мне приятно слышать от вас обратную связь всего доброго до свидания